Итак, всем хак-самех вообще задают очень интересный вопрос. Как может быть, что самый веселый день в году Пурим, который без раташем наступает сегодня вечером, предваряет пост? Как может быть, что пост перед Пуримом? То есть, как пост, вообще, что бы танит эстером прямо перед Пуримом? Как он подготавливает человека для этой радости Пурима? То есть, самый радостный день в году, и надо поститься, поститься, и даже Мигилу слушать во время поста. И то есть, мало того, что пост закончился, так еще нельзя есть и пить. Раз мы увидим, да, надо терпеть, но пить разрешают, если очень надо. Надо ждать аж окончания Мигилы. Почему? Почему надо поститься перед Пуримом? Собирать мешло, ахманод, радостные подарки в состоянии, да, когда тебя шатает, и все мысли во время Мигилы о том, когда уже можно поесть, что за этим стоит? Да, и каким образом пост может подготовить тебя к радости Пурима? На самом деле, еще как. Именно, именно идея, вся идея Пурима заключается, мы говорили об этом, в идее на афоху. То есть, да, перемены, перемены, переворота. И это стоит за тем, что мы именно, что постимся перед Пуримом, постимся, как постились они, да, был трехдневный пост, 13-го, 14-го и 15-го Ниссана. Ниссана, да, и был еще один пост 13-го Адара, это непосредственно перед войной. То есть, евреи, опять-таки, как царица Эстер пошла к Ахашварошу после поста, так и евреи пошли на войну бить своих врагов. Голодные после дня, они постились в этот день. Это все показывало, что евреи слабили не на свою силу, не на мышцы, не на оружие, да, не на подготовку, не на стратегию, а на Всевышнего. То есть, говорят, чистые, чтобы они были от греха, чтобы они постились в чуве. И действительно, удивительным образом, 70 тысяч, десятки тысяч человек, да, были убиты. И ни один, ни один из евреев даже не пострадал. И так было, на самом деле, во все войны, которые заповеданы Всевышним. Удивительно, что евреи вели войны, и никто никогда не страдал. Поэтому идея как раз-таки в этом перевороте. То есть, в один момент все меняется. Самая большая радость, когда создается пустота. То есть, когда ты чего-то сильно хочешь, и вот сначала надо чего-то сильно захотеть, чего-то должно сильно не хватать, а потом, получив это, человек испытывает большую радость. А если он не даст этому недостатку сформироваться, то и радость будет не такой большой. Поэтому очень советуют, да, родителям, состоятельным родителям, да, которые не понимают, почему у них дети, вот они только захотели что-то, на, получи. Это хочу на, сразу на, на, на. Дети растут недовольными, они растут очень легко, срываются, они неуравновешенные, они постоянно в депрессии, да, в чем дело? Да потому что ребенку элементарно не дают возможности радоваться. То есть, нужно, даже если ты можешь, у тебя есть все возможности дать то, что твой ребенок хочет. Да, лучше, что сказать ему, сынок, хорошо, на следующей неделе. Подожди. То есть, а, да, ходим, да, можем диссонально ходить каждый день и жить там. Нет, только по воскресенью, там, раз в неделю. Там, да, это у нас только в шаббат. Это у нас, да, почему? Потому что именно когда создается ощущение недостатка, тогда ребенок ощущает радость. И то же самое здесь, то есть, переворот Пурима, именно подчувствовать контраст между постом и трапезой, и весельем, и выпивкой, и прочим. Вот именно в этом идее, что перед Пуримом у нас идет пост. Всем цомкаль. И мы с вами, да, сегодня постараемся, да, заодно, несколько вещей разобрать. Давайте Миштабрура будем чередовать вместе с Ялкутом. Мы вчера говорили о том, что одна из заповедей Пурима, самая важная заповедь Пурим может быть, да, то есть, на которую надо тракить больше всего, все важны. Но если стоит выбор, на что потракиться больше, то тракиться нужно именно на Матанод Левьюним, на подарки бедным. И подарки бедным необходимо сделать, Шалва задавал вопрос, можно ли сделать до того, как. Нет. Матанод Левьюним, так же, как и все остальные заповеди Пурима, можно исполнить только в Пурим днем. В Пурим днем только чтение Мигилы есть еще вечером, все остальные заповеди исполняются только в Пурим днем. И деньги надо дать, или подарки надо дать двум беднякам именно в Пурим в течение дня. Миштабрура, в Шалва, в Шалва. Сейчас перед Минхой, да, как раз самое время это сделать. Либо перед чтением Мигилата Стр тоже сможете это сделать, сказать, взять, поднять монеты. Теперь. Это мы учились, что нельзя смешивать с массырами. Это сильный закон. Очень не забудьте обязательно перед Пуримом разменять деньги. Разменять деньги перед Пуримом, чтобы у вас была мелочь. Почему? Потому что есть такой принцип. Каждый, кто протягивает в Пурим руки, протянет и... Нет. Каждый, кто протягивает руку в Пурим, ты должен ему подать. То есть любому, да, без разбора. Каждый, кто просит, даешь, не проверяешь, есть у него, нет у него. Всем, да, раздаем деньги в Пурим. И даже иногда, когда неевреи, знаешь, подходят, обратите внимание, как удивительно, да, я всегда обращаю перед Пурим, вокруг синагоги стоит очень много, да, и там есть, которые неевреи, евреи. И даже неевреи просят сдаку в Пурим. Они знают эту Аллаху, они учили шурханару, что в Пурим ты не можешь отказать никому. Каждый, кто протягивает руки, в итоге протянет. Ты должен сразу дать ему сдаку, даже если ты человек не еврей. Дарит. Дамаком шеэйнаним яхоллякэ в Маотпурим шлалацом в Латнам в Маком шеэрце. Окей, что здесь? То есть, даже если уже бедняк получил деньги на достаточно больше, чем достаточно на Пурим, он все равно может просить еще, еще, еще. Значит, ему надо, значит, у него есть миллион других вещей, и надо ему помогать. Да, в Пурим. В Пурим все могут просить. В Пурим каждый, кто протягивает руки, да, это тому, как бы надо помогать. Не разбирая. Вышел из Бентлис, сказал, дайте, пожалуйста, на бензин. Просить несколько раз одного этого же человека. Или можно только один раз. Это жесть. Да. Вот это, конечно, страшное дело. Но, если, ну, надо как-то выкручиваться. Каждый, кто просит. Я думаю, каждый, кто просит, но ему это уже дал, и он попросил, все. Можно, как бы, украсть, что он будет себе подходить и 10 раз, и не отвез один и тот же. Просто обчистил до нуля просто. И ты у него уже обратно. Может, ты мне теперь что-то дашь? Он такой, ну, ничего себе. Не, ну, без фанатизма. Но есть такое понятие в Пурим. Дальше. Дене саудат Пурим убо дарецеифем. Саудат Пурим. Законы саудат. Трапезы Пурима. Это самая длительная трапеза. Да, завтра молитва там в Адикин. В 6 утра, в 6.15 в Ешиве. И где-то в 8 все уже все закончат. Да. И, в принципе, в 8 утра можно начинать пировать. Нам тяжело несколько часов. Видите, Ахашурош 180 дней, полгода пировал. Ему было мало. Он устроил еще отдельный пир. Да, на неделю с самыми близкими в Шушане. Раньше люди умели. Целый день пир. Как это выстроили салатр. Каждый глоток. То есть все время. То есть поддерживать себя в состоянии именно пира. Ведь в Пурим это митсва. Митсва Реал был без саудат Пурим. Говорит Тур. Нужно приумножать в трапезе Пурим. Увы саудат хад ютсим. И одной трапезы достаточно. Чтобы выйти в трапезе. Можно одну трапезу и выйти. Например, в 8 утра закончить шахарит. Прийти домой. Не знаю. Поесть. Накатить. Выпить. Лечь. Спать. В принципе, да. Ютсим. Саудат Пурим шааса бэлайла лоя цаидэ ховато. Но трапеза, которая была вечером. Сегодня вечером будет. Тоже, кстати, приходите на фуршет. Будет учеба. Очень интересные материалы. Один час после Мигилы учимся. И потом здесь фуршет. Да. Гулянка. Безрадоша. Но, тем не менее, ночью. Пурим тоже есть. И я немножко устрою трапезу. Немножко радоваться. Немножко увеличь трапезу. Да. Ни в коем случае не. То есть сегодня вечером. Аккуратно. Потому что самое главное заповедь. И все заповеди, они завтра именно в светлое время. И прямо шурханарух мэфурэшет. Прямым текстом, без всяких объяснений. Человек должен обидеться в пурим так. Аддело яда. Так, чтобы не различать. Между проклят Аман и благословен Мордехай. Рамо добавляет свои знаменитые слова. Если вы день царих лачтарих руках. Что, на самом деле, не нужно напиваться до такой степени. А просто больше обычного. Вейшаны, пойти спать. Это рамбам. Из того, что он будет в таком состоянии. Он уже не сможет различать. Да, он же спит. И знаменитые слова. Что, неважно, выпил ты много, выпил ты мало. Главное, яхавен ли боши бешамай. И не то, что выпил ты во всем. Неважно, много тебе дал, дзадаки или мало. Каждый дает по карману. Главное, чтобы это было. Но в Пурим поститься нельзя. За исключением халон. Танит халон. Мы учились. Да, это если плохой сон приснился. По определенных условиях. Это даже шаббат отменяет. Даже Пурим отменяет. Да, и есть шагашур, где шаббат. О, и есть те, которые одевают шаббатную одежду в Пурим. И открываем Ялкут Йосеф. И что он пишет? Что в Эре Пурим мы приходим в синагогу в шаббатних одеждах. Даже не в шаббатних, а в ёмтовных одеждах. А если вы посмотрите Аллаху, ёмтовная одежда должна быть даже лучше, чем шаббатняя. То есть одеться максимально красиво, как праздничный. И говорит Рамо, есть обычай. Делать трапезу Пуримскую после Минхи. А Марик молится поздно ночью. А те, кто молится сначала Минху. То есть рано молится Минху. И не надо начинать трапезу прям ближе к вечеру. В Ишиме мы делаем так, потому что люди дома где-то празднуют, приходят сюда уже под конец. Как он и пишет, что делают принято делать, но не совсем близко к вечеру. Потому что главная эта трапеза должна быть именно днём. В прошлом году у нас Пурим выпал на пятницу. Такой скомканный получился тяжело, когда в пятницу Пурим. Вообще непростой праздник, но в пятницу особенно. Но тот, кто хочет начать трапезу прям рано, сразу после шахарита, пожалуйста. Есть шумиум, что есть лейхоль махал зероним в Пурим. Захар лезероним шахал Даниэль в хедра в Вавел. Тов ласок маад бетуракудам шатхиня сауда. Неплохо бы немножко поучить Тору перед трапезой. Поэтому мы сегодня учим Тору. Потому что писал, перед Симхой была Ора. А Ора, конечно же, это Тора. Тора это самый большой свет. Поэтому сначала идёт Тора, потом идёт Симха. И даже если человек в радости Пурима случайно несёт ущерб какому-то имуществу чужому, даже если человек говорит, что он даже потурмил и шалем. То есть, да, о свободе от выплаты. Да, то есть, поэтому заранее надо человек, чтобы аккуратно был своему, чтобы, да, потому что люди будут веселиться, могут что-то поломать. Окей, посмотрим, что может быть ещё что-то интересное. Да, не различит между Аманом и Мердыхаем. То есть, может быть, что это мопала ришуна шаниталь. Некамара ба мимо. Ой, как красиво, он объясняет. Он говорит, заключается в том, что ты должен дойти до состояния, когда ты перестанешь уже понимать, что большая благодарность, что Всевышний так поднял Мердыхая. Мердыхай был просто бедный в рубище, сидел, посыпал голову пеплом, самый несчастный, и вдруг поднялся до самой высоты. Или из-за того, что Мердыхай, который властвовал над всеми, был на уровне царя, царём лично, единственный приглашённый на пир царицы был и упал на самый низ, в итоге, да, был подвешен на дереве. Так, да, и то, и то, великие чудеса даже не знают, что из этих более великое чудо. Адалуя, да, пока ты не будешь, что за человек уже, какая симха, ма бэйн това зулы зу, какая това была больше. Баэм белья у зута дэмиколь маком ерэля йодзагир бельян нелать ядаем. Но, как пишет Илья у зута, человек должен быть всё равно аккуратен на всех нюансах, даже на телать ядаем у берката муции, благословения, берката мазон, ве ес симха шель митсва, и чтобы это была симха шель митсва. А при гмэгадин вообще, пич, да и нет сводат пуриму маторл, и вьониму мучнох панод, эвшар дэцели кавана тарзэ, на шем митсва. Что во всех митсвотах нужна кавана, что я делаю это на шем митсва, и подарки бедным, и подарки друзьям, это всё митсвот. Вейшану митокши яшэн, вэхэн рауэлла асото, о, вэхэн, да, ашкеннадский, видите, пишет Мишнабрура, что нужно именно лечь спать. То есть, да, самое идеальное, чтобы выйти во всем мнением, это выпить немножко и пойти спать. Это пишет Мишнабруру, но это пишет рамбам, рамбам, сэй парадим. Но шульханарух пишет прямо, как хаяф, иншалы, висумы, пурья. Надо выпить, надо выпить, именно выпить. Да, беодайом гадоль, причём сильно. Ваенэлс, маатув, кавсамэхэд, лахан минха. Ха, дэнунген асуда бэшахарит, мишумдши, дурадим, мишлохманот. Да, мне не принято начинать трапезу сразу после шахарита, потому что надо исполнить все заповеди, мишлохманот. Кажем бюроф, а, дам минха, дасуллина, адхирбесудаку, дам минха. А, дэасуллин, и запрещено начинать трапезу до минхи. Видите, трапезу до минхи не начинают. Почему? Потому что, вот я всегда в этом вопрос был, мы знаем закон, что человек пьяный не может молиться минху. И поэтому... Поэтому это всегда был... Да, это был большой вопрос, мы не могли понять, дилемма. С одной стороны, нельзя молиться, когда ты пьяный. С другой стороны, минха, она когда? Поэтому, он говорит, да, нельзя начинать пить до минхи. И, с другой стороны, мишлобрура говорит, что лучше делать трапезу позже. Да, ближе, то есть, ближе к выходу. Да, к завершению. Но, тем не менее, большая часть должна быть днем. Но те, кто хотят помолиться пораньше, могут помолиться пораньше. То есть, после минхи, молиться минху, и поэтому трапеза так поздно. Здесь он пишет, что, в любом случае, минху надо молиться, пока еще трезвый. То есть, здесь будет ранее минха 13-15. Альберт, а он не говорит, как морить, надо молиться в Пурин. После трапеза. Ночью. Ночью. Начиная, говорит, сауду, после минхи, то есть, за два с половиной часа сделай минху. Минху ктана. Минху ктана в идеале. То есть, как еще, это прям поздно. В 16 часов, я не знаю. Когда у вас минхак тогда? В 17-15 здесь минхак. И начинает делать трапезу. А Марев поздно. А что значит поздно? Если ты набухался, как тебе это предписано, то ты уже ни поздно, ни рано, тебе бы утром проснуться. Не, не, ну, нет. По 11-12 отпустить должно. Поспать пойти. Спи, полети и проснуться. Не проспать. Да. Вот он пришел отсюда. Да, вот. То есть, трапезу делай после минхи, чтобы минху молиться трезвым. А Марев молись поздно. Когда отпустит? Ну, Марев можно до утра. Умит паралим минха отхила. Не знаю, будильник завести в 3 часа ночи. Минха отхила. Да. Да. Устраивает. Начинать пить уже до минхи, это как бы не очень хорошо. Потому что, да, можно как бы минху уже пропустить. До, да, даем годоль. А что значит, мы ранее у минху, когда мы лея ураба? Бешем шла. А мы шубах. Миша отце, сауда, бешахарит. Так это, воченька, бецанши, битлови, харабди, ефшар, нисмо, карауби, яхид. У Микольма, во-первых, говорит, одному праздновать бессмысленно. Это, говорит, невозможно радоваться, когда ты один. У Микольма, у коми есть семха, но радость должна быть какой? Шельдеврей тура у келикаме. Она должна быть связана с торой. Не знаю, аккуратно, чтобы радость была такая. Не, как мы учили, не началать ядаем, не беркат амазон, не беркат эмоций. Ничего, чтобы человек не пропустил. А сауда бешахарит. А ину кодим хацот айом ликадхила. А ину кодим хацот айом ликадхила. Он говорит, есть, которые говорят, что прямо сразу после шахарита уже начинают. Махаль зероним. Бела ла ришона. Даниэль вахавра вегам. Серахла зероним. Есть такой обычный, кушать какие-то семена. И Эстер тоже долгое время кушала. Она на семенах сырых была. Она ела пшеничные, проросшие семена, чтобы кушать, соблюдать кашрут. И Даниэль так делал. Тоже знаменитый Даниэль. И за ним Хананимшали Азари, которые были похищены на Мухаднецаром. И есть память об этом. Принято кушать их в Пурим. Вечером он пишет. Забавно, что Михалек бен Хазек. Хазек готов ли катан бен Багул бен Буманон. В маленьких каких-то вещах, если кто-то попер в радости Пурима кому-то повредит чье-то имущество, даже он не должен платить. Но он делает пометку. Нубах говорит, здесь раньше большой ущерб или маленький ущерб. За большой ущерб должен платить. Какие-то маленькие вещи. Люди сами должны понимать. Слушай, будет гулянка. Люди будут на веселе. Будет большая радость. То есть не расставлять свои хрустальные вазы. Там, не знаю, где люди будут танцевать. Окей. Что мы еще задавали вопрос? Что нельзя, мы сказали, нельзя дарить подарки бедным до Пурима. Подарки бедным должны быть в Пурим. Мишло Ахманот. Мишло Ахманот должны быть обязательно... То есть момент подарка, шалех, это ты. Поэтому ты можешь хоть за полгода шалеху передать что-то. Да, там, вафли, которые не портятся. И сказать, чтобы их передали твоему другу. Но и передать нужно в Пурим. То есть заповедь идет по моменту, когда человек получает подарок. В этом идея. Потому что, на самом деле, все, что объединяет. Что объединяет все заповеди Пурим? Заповеди Пурима работа объединяет и ахдут. Ахдут. Единство. В этом тайна Пурима. Это то, что нам угрожало. Это то, что говорит Аман. Аман говорит, амазэ мэфурану мэфузар. Разбросанный народ. Рассеянный. Они недружные. Как будто бы Аман говорит, вот, и это, и это чуть не погубило евреев. А что сделали евреи? Сказала царица Эссель. Аман говорит, что евреи объединились как один. В посте они объединились перед лицом опасности. И поэтому мы объединяемся, наша сила в единстве. Что делает Миште? Пир. Что такое пир? Почему всегда, когда свадьба, люди устраивают пир? Почему, когда день рождения, люди садятся за стол? Почему, когда бармист садятся за стол? Почему? Что? С голодного края. Пришли на свадьбу. Давайте. Вот обручились люди, зачем садиться кушать? Почему всегда в любом празднике есть застолье, люди садятся и кушают? Потому что еда сближает, стол, еда сближает. Поэтому одна из архакод, которые мы учим, когда у человека жена, и жена в состоянии ритуальной нечистоты, муж должен отдаляться от жены. Одна из вещей, нельзя определенным образом кушать за столом вместе. Архакод. Оставить какую-то, потому что еда кушать вместе, столом, это сближает. И, то есть, пир. Во-первых, нужно пировать вместе. Да, выпить от души можно только с близкими людьми. Да, то есть, человек не любит, да, с посторонними не напьешься. Матанот левьоним. Самые бедные. Подарим. Дай им тоже праздновать. Приблизих. Да. Мишло Ахманот. Дарить подарки своим друзьям. В чем идея? Матанот левьоним. Не подписаны. А Мишло Ахманот обязательно должны быть с именем. Они должны знать, что это подарок от Мойши для Абраши, от Абраши для Ицхака, от Изи там, для Хайма. Почему? Потому что надо понимать, кто это именно подписывается. Должен быть Ахдуд, понять, что это сближает. И, в конце концов, Мегила. Вся Мегила, она про что? Мегила Тестер. Про то, как евреи объединились перед лицом опасности. То есть, вся идея заключается в том, чтобы человек знал и в Пурим получил подарок от кого-то. И это как бы сблизило их. Зэшулэх, зэшулэх. Давайте посмотрим, что еще. Омер Алянисим, библикатор Мазом и Кадам. Алянисим, окей. Хаяв, решлок, наговорошь, теманнот, бассар, ошель, минэ, ахалим. Два вида пищи работают. Жидкость и пища тоже подходят. Да, умешлок, молот, ищ, лэре, гуш, тэй, малун, лэ, ищ, хад. То есть, два вида подарков одному человеку достаточно. Но каждый, кто больше, тем лучше. Да, и мы говорили, что если у него нету, то можно просто обменяться с товарищем. И сказать, я тебе, а ты мне. Так поступают бедняки. Но тоже делают это. И посылать нужно. Все мишлок, как все заповеди, только днем. Но если ты послал подарок, а человек не хочет его принимать, то ты и отца. Вот отсюда мы видим, что подарки, оказывается, нужно делать не просто с тем, кем ты и так, и так дружишь, а с тем, с кем может быть, как бы, да, не очень отношение. И женщина тоже самое обязана в этой заповеди. Женщина должна посылать подарки женщинам, а мужчина должен посылать мужчинам. Извиняюсь. Подарки бедным женщина должна делать так же, как... А, нет, и то, и то. У женщин есть и то, и то. И друзьям. Просто единственное, что она дарит своим подружкам. Мужчина дарит мужчинам, а женщина дарит женщинам. Но не меняются местами. Если муж начал дарить всем ее подружкам, то это уже как бы подозрение. Да, потому что случайно мужчина начнет дарить подарки вдове. И это может быть сафекки душин. Вообще у нас любой подарок женщине, незамужней, если она примет его. Это же кесов или шавекесов, это кедушин, она его жена. Но бедным такого опасения нет. То есть подарки бедным, они делаются подружкам. Да, и тут опасения такого нет. Если человек отказывается принимать подарок или говорит, окей, как будто бы я принял, но заберите. То яца. Опять-таки достигается цель. Цель показать, что, слушай, давай забудем. Давай жить дружно. Как кот Леопольд. И да, он цель понял, он понял, ты попытался подарить подарок. Отлично, митцву выполнил, минамуфхар. Все отлично. Яца. Но не все с этим согласны. Он пишет, яца, многие не сожжут, он должен именно принять. То есть надо как бы идея в том, чтобы состоялась. Если он в итоге не принял, надо попробовать еще кому-то. Потому что все были в этом чуде. И мужчины, и женщины. И поэтому каждый должен радоваться. И все обязаны в этой заповеди. И мужчины, и женщины. Что еще? Нет. Рабутай, какие вопросы, может быть, у вас еще есть? Потому что дальше это уже не так. Да. Про обычную читеру перед трапезой мы сказали. Ора, васямха. Ти-нефсет ва-та-анит, асяд, манаха, бурим. Мишлох, манод. Два вида пищи мы сказали. Одному человеку. Амматанод левью ним. Обязательно днем. Двум бедным. Двум бедным. В идеале, что можно сделать? Передать раввину. Равину передать. Вообще, придут в синагогу. А раввины распределяют в Пурим. Да. В седзаку, которую собрали. У них списки семей, которые нуждаются. Может быть, стесняются прийти с протянутой рукой в Пурим. Но мы учили. Любой, кто просит в Пурим, ему не отказывают. Поэтому надо разменять деньги. Окей, друзья. Я очень надеюсь увидеть всех сегодня здесь, на празднике. И завтра. Бейзрат Ашем. И желаю всем. Хаг, Пурим, Весамеах. Много радости. Бейзрат Ашем. И чтобы все не фах. Летува, Оле Симха. Бейзрат Ашем. До вечера в Семцом Каль. Пост прерываем. После чтения Мегелат Эстер. В 19.00 Маре, в 19.20 по-сифарски. Сцета Куховим. Начинается чтение Мегелат Эстер. В Оле Яков. Жду вас. Всем и шаркоах. Хаг, Самеах. Хаг, Самеах. Азакимур.